МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не справился с управлением и протаранил 4 автомобиля. В Наринмаре обсуждают резонансное ДТП на парковке спорткомплекса Старт. В нашем эфире кадры с места происшествия. Главное богатство Ниньского округа люди. В дни празднования 15-летия Заполярного района мы расскажем о настоящих патриотах своей малой родины. В сегодняшнем выпуске материал о совете ветеранов поселка Харуты. Резьба по кости как искусство. Легко ли творить шедевры бормашины? Есть ли будущее у Косторезного дела? Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации по резонансному ДТП, которое произошло в районе факела 4 апреля. Водитель иномарки не справился с управлением, протаранил сугроб 4 припаркованных автомобиля. В следующем материале кадры очевидцев и предварительные данные по аварии. Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения. Легковушка буквально взлетает с дороги и, приземляясь, таранит несколько машин. Всё случилось около пяти часов вечера воскресенья. В социальных сетях водителя Хонды уже окрестили горе-пилотом. «Летим отсюда. Взлетаем. Перелетаем в Сузуки. Вот эту первую. Перелетаем. В Ниссан приземляемся. В Ниву улетают осколки». Комментатор этого видео юморит. Впрочем, ситуация страшная. В ДТП чудом никто не пострадал. По версии следствия, водитель превысил скоростной режим, не справился с управлением и, перелетев в сугроб, перевернулся. В момент опрокидывания нарушитель совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля. Основной удар пришёлся на Ниссан и Хёндай. «Что это было? Я сам не понял. Я, короче, открываю глаза. Я вот здесь, короче, здесь вот эту кучу не понял. Я проехал с мостом». Причины, по которым водитель Хонды не понял и не помнит, как случилась авария, сейчас выясняют следователи. После ДТП нарушителя увезли на медицинское освидетельствование. «По тем моментам, которые на нас возложены при рассмотрении административного материала, в том числе ДТП, когда мы проводим свидетельство на месте, по данным приборов, он трезвый. Но всё-таки неадекватность поведения данного водителя как-то смущает нас, и всё-таки мы его направили на медицинское освидетельствие. Пока результатов нет». В окружной госавтоинспекции в очередной раз напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения установленного правилами скоростного режима. В межсезонье, в связи с перепадом температур от минусовых к плюсовым, на дорогах может образовываться гололёд. Поэтому будьте предельно внимательны за рулём. Ведь вы несёте ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье окружающих вас людей. Напомним, на прошлой неделе в Ненецком округе произошло два ДТП со смертельным исходом. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Заполярной столице обсудили вопросы обеспечения правопорядка. Глава региона Юрий Бездудный провёл очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком округе. Как следует из доклада начальника УВД Панао Максима Кузнецова, мероприятия, организованные ведомством в 2020 году при взаимодействии с органами региональной власти, способствовали укреплению законности и правопорядка в регионе. По результатам мониторинга общественного мнения, округ вошёл в группу регионов с высоким уровнем уверенности граждан в защищённости своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. По итогам 2020 года уровень преступности в округе снизился, в том числе за счёт сокращения количества краж, грабежей и мошенничества. Совместная деятельность всех субъектов профилактики позволила снизить количество преступлений, совершённых в общественных местах, на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения, а также лицами, ранее приступавшими закон и несовершеннолетними. Также в ходе совещания внимание уделили вопросу о защите прав и интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств и оказания медицинской и психологической помощи таким лицам. И теперь об эпидемиологической обстановке. Четыре человека за минувшие выходные заболели коронавирусом. Ими оказались жители Наринмара и посёлка Искатели. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1091 подтверждённый случай заболевания COVID-19. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся 22 пациента. Из них в стационаре получают лечение 7 человек, находятся на амбулаторном лечении 15. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровел один пациент. Напоминаем, что в Ниньцком автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменён. Посты эпид-контроля в аэропорту и на Ливожской дороге сняты. Ниньцкий округ стал призёром международного конкурса цифровых решений. Заместитель губернатора НАО Андрей Блащинский и руководитель окружного департамента цифрового развития связи и массовых коммуникаций Антон Лебедев приняли участие в церемонии награждения международного конкурса. Ниньцкий округ стал обладателем диплома за третье место. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря внедрению цифрового решения – прогнозирования уровней воды в период весеннего половодия. Заместитель губернатора Ниньцкого округа Андрей Блащинский принял диплом из рук вице-премьера правительства Российской Федерации, главы попечительского совета конкурса Дмитрия Чернышенко. Конкурс проходил несколько этапов. На первом регион предоставил разработчикам задачу по созданию решения по прогнозированию уровней воды в период весеннего половодия для управления гражданской защитой и обеспечения пожарной безопасности региона. Информационная система представляет собой геопортальное приложение, позволяющее визуализировать электронную карту прогнозируемой устойчивости территории к затоплению. Собирать данные о метеоусловиях, анализируемую территорию с целью выявления закономерностей, влияющих на колебания уровня воды. Второй этап проходил среди разработчиков. Победителем стала команда «Эсоу Тим» из Республики Мордовия. Третьим этапом стало внедрение проекта. На данном этапе осуществлялось взаимодействие разработчиков, экспертов и представителей НАО для уточнения исходных данных, алгоритмов и других вопросов. На данный момент достигнуты следующие результаты. Визуализация территории на электронной карте с возможностью послойного отображения объектов разных категорий, в том числе территории, подверженные затоплению. Просмотр атрибутивной информации об объектах на электронной карте. Актуализация реестра объектов электронной карты посредством подсистемы администрирования. Внедрен модуль актуализации исторических метеоданных и данных об уровне воды. А также интегрировано краудсорсинговое добавление объекта на карту с возможностью отправки оповещений. Добавлю, организатором ежегодного конкурса выступает Агентство стратегических инициатив. Проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Завершилось создание добровольческого корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Группа волонтеров насчитывает 20 человек. Само голосование стартует в конце апреля. Сейчас инициативная группа проходит обучение. В период проведения голосования волонтеры будут подходить к жителям округа и с помощью планшетов показывать, как происходит процесс голосования. Житель региона сможет проголосовать на месте, если помнит свои данные для входа на портал госуслуг, или посмотреть инструкцию на планшете, получить бумажную памятку и проголосовать дома. На сегодняшний день в Наринмаре запланирована работа трех стационарных волонтерских точек и двух передвижных. Кроме того, во время майских гуляний волонтеры будут работать в местах массового пребывания людей. Такие волонтерские точки организовываются для того, чтобы немножко проинформировать людей, зачем вообще нужен этот проект, какие точки будут, какие территории будут благоустраиваться. И немного помочь им разобраться в этих приложениях, как голосовать. Потому что кто-то думает, что это достаточно сложная процедура, но на самом деле это очень легко и может сделать абсолютно каждый с 14 лет. Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет проходить на едином федеральном портале, адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Заполярному району 15 лет. Во Дворце культуры Арктика прошел торжественный вечер, посвященный юбилею самого крупного муниципалитета Ниньцкого округа. Александра Литкова продолжит. Более 20 тысяч человек и 42 населенных пункта входят на сегодняшний день в состав Заполярного района. Муниципалитет был образован 15 лет назад в рамках реформы местного самоуправления. За этот небольшой период в районе изменилось многое. С 2006 года все учреждения здравоохранения и образования были переданы за Полярный район вплоть до 2015 года. Была создана почти что вновь, можно так выразиться, система образования, система здравоохранения. Я думаю, что будет правильным заявить о том, что система ЖКХ в поселках, в сельской местности была поднята на новый уровень. 15 лет по человеческим меркам возраст небольшой, а это значит, что впереди целая жизнь, за которую нужно успеть сделать еще больше для жителей района. Все специалисты, которые там работали, в первую очередь слышали людей, работали для населения. И сейчас, когда я являюсь полномочным по правам человека, для меня, конечно, важно, чтобы те профессионалы, которые там работают, мы все вместе работали над благополучием человека конкретного, у которого есть простые житейские вопросы. И эти житейские вопросы мы должны вместе помогать ему решать, объяснять так, чтобы человек слышал, понимал, какие у него есть права, какие у них есть обязанности, и в чем мы можем помочь. Мы с депутатами Совета Заполярного района часто выезжаем в населенные пункты, где встречаемся с людьми, с коллективами. За последние 15 лет Заполярным районом сделано очень много. Но главная проблема населения – это, конечно же, жилье для специалистов, строительство жилья для учителей, врачей, молодых специалистов, которые возвращаются с учебных заведений. По традиции в этот день честовали почетных граждан муниципального образования, а также вручали благодарственные письма и грамоты. Празднование юбилея продолжилось на площади поселка Искателей, который является районным центром с 2008 года. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Заполярный район – это 19 муниципальных образований. Населенные пункты расположены как по Арктическому побережью, так и ближе к соседним субъектам. Например, поселок Арута и вовсе носит статус эксклава, то есть территориально находится в Республике Коми, но относится к Ненинскому округу. Здесь живут преданные своей малой родине люди. Наталья Дуркина расскажет о совете ветеранов поселка на Лиственничной реке. Пока я ходить умею, пока я глядеть умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. С девизом по жизни идет Совет ветеранов поселка Арута. Даже в период пандемии женщины не прекращали работать. Занимались спортом, в особенности скандинавской ходьбой. Привезли нам палки, до этого нам еще подарили палки. И у нас очень многие в поселке занялись такой спортивной ходьбой. Так как у нас поселок протяженный, километра, наверное, будет, может, больше, то одна часть поселка ходит в одну сторону, другая в другую. Потому что если идти в одну сторону, да потом обратно, эта нагрузка очень большая будет. Также члены совета вносят свой вклад в развитие музея. Приносят новые экспонаты. Мы дали коми-платок, описание его дали. Потом там монеты, деньги тоже это, ранешние дали. К юбилею победы в Великой Отечественной войне члены совета проводили мероприятие и знакомили школьников с историей. На дома участников войны вешали звезды вместе с детьми. Так что у нас работа-то в основном, наверное, направлена более работа с детьми, с младшим поколением, так сказать, чтобы рассказывали мы, что знаем. В школе часто бывает. И на этом деятельность совета ветеранов не заканчивается. Валентина Сергеевна всегда, что вот надо опять какую-то новую песню такую боевую. Иногда вот сидишь, как будто бы уже и ничего не хочется делать, и встать лень. Ну и значит нам песни остроить и жить помогают. Вспоминаешь песню. Пока я ходить умею, пока я глядеть умею, пока я дышать умею, я буду идти вперёд. И вот Валентина Сергеевна нам всё время такие песни подыскивает. Сейчас опять спортивный марш. Говорит, надо выучить. Ну, мы стараемся. В данный момент все музыкальные репетиции проходят в небольшом помещении здания сельского совета. Хорошо, что дали такое помещение. Спасибо совету, сельскому совету, администрации. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас было побольше помещения. Мы бы тогда могли встречаться там, распеваться, сделали бы хор пенсионеров и участвовали бы в Доме культуры на каких-то концертах. У нас очень много одиноких женщин, женщин особенно. И могли бы с ними проводить какие-то мероприятия, беседы, как бороться со стрессом, заниматься рукоделием. В общем, дел, конечно, очень много. Совет ветеранов поселка Харута работает более 20 лет. В совет входит 8 человек. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Харута. Рога, оленя и лося. Кости мамонта в бивне моржей. Для косторезов это исходный материал, который впоследствии превращается в очередной шедевр. О тех, кто даёт вторую жизнь останкам и рогам, в сюжете Елизаветы Кабановой. Бормашинами пользуются не только стоматологи и мастера по маникюру. Этот инструмент является основным для людей, которые занимаются резьбой по кости. Бормашины и фрезы – лучшие друзья косторезов. Из обычных рогов и останков животных они делают предметы искусства. Пять лет назад Татьяна Адаменко побывала на мастер-классе, где и узнала о таком творчестве, как косторезание. У нас приезжала мастер, она с Холмогор, мастер, это Галина Хабарова. Очень известный косторез, у неё семья вся очень, это самая сыновья, там даже невестка. Все вот они как бы идут по этой династии, косторезы. И вот я присутствовала у неё на мастер-классе, мне это понравилось. Придя на работу в этнокультурный центр, её попросили возобновить резьбу по кости в нашем округе. Так на свет появился клуб «Белая кость». Каждую субботу участники собираются вместе, чтобы не только улучшить свои навыки, но и узнать что-то новое. Среди учеников Татьяны есть и самородки. Например, Рашид Тайбарей, работу которого поместили в фонд работ резьбы по кости. Также всеми известный Дмитрий Безумов, который уже сам открыл косторезную мастерскую. Но сколько ещё выйдет талантов из этого клуба, пока неизвестно. «Белую кость» приходят из интереса, а потом остаются и создают свои шедевры. «Оно как появилось у нас в городе, этот косторезный класс. И стало просто интересно, что вообще как кость используется как материал, но и в искусстве. Решил заглянуть, посмотреть. В итоге решил попробовать и так занялся общим этим делом». Резьба по кости – достаточно трудоёмкий процесс, который требует максимум усидчивости. Человеку желательно уметь хорошо рисовать и представлять предмет, просто смотря на материал. Косторезы – те же скульпторы. С костью ошибок допускать нельзя. У меня есть такая поговорка, я всё время шучу, как из фильма. «Пилите, шура, пилите». Вот это основное, что должен делать косторез – это пилите, шкурить, пилите, шкурить. Это очень трудоёмкая работа. И она больше подходит для терпеливых и усидчивых людей. То есть, когда ты понимаешь, что очень долго надо всё делать, и только тогда у тебя будет результат. То есть, здесь очень быстро ничего не получается. Наш округ – кладезь материалов до косторезов. К слову, для того, чтобы начать работать с исходником, сначала его нужно выдержать и просушить. В среднем, рок оленя должен подождать три года, прежде чем стать каким-нибудь предметом декоративно-прикладного творчества. А рок оленя, ну вот он, с одной стороны, очень красивый, даже внутри. У него на срезе, а все рога на срезе чем-то напоминают дерево, у него разные цвета. Он пористый, да, но чем взрослее олень, когда он сбрасывает рога, тем, например, более плотный рок. И плюс рога, как вино, надо выдерживать. То есть, не подходят рога, которые только сбросили оленя. Процесс подготовки кости многоэтапный. Её нужно просушить, обезжирить, отбелить. Клуб покупает материал у оленеводческих бригад. Но, несмотря на то, что наш округ – сокровищница для косторезов, своей школы, как, например, в других регионах России, у нас нет. Вообще, в резьбе по кости есть школы, вот как есть художественные школы, да, так же и в резьбе по кости. Это у нас, получается, холмогоры, это у нас якутская школа, это чукорская школа и тобольская школа, да. И у них у всех разные направления. Ненецкий народ чаще всего использовал кость для утилитарных вещей. Например, пуговицы для упряжи, ну или в редких случаях ручки. Поэтому Татьяна Адаменко поставила перед собой грандиозную цель – экспериментируя найти тот стиль, который отличал бы наших косторезов от других. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И на этом все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok